Вчера в одном из чатов я наблюдал очень оживленный спор на тему стоит ли перед зимним хранением заливать мотоцикл полный бак или же не стоит. Были как люди, которые за, так и люди, которые против. Спор был прям очень такой серьезный, подгорело в тот день знатно. А с вами сегодня я, Антон Больших, и сегодня я решил записать для вас видео с рекомендациями, как лучше хранить мотоцикл зимой. Конечно, больше всего данная тема актуальна для новичков, но я думаю, что и опытные пользователи могут для себя почерпнуть что-то новое из этого. В конце концов, я работаю с мотоциклами уже 12 лет, много наблюдал последствий самого разного зимнего хранения, в том числе какое-то количество лет у меня в сервисе было зимнее хранение, поэтому некоторые познания на эту тему у меня имеются. Купили, значит, вы себе мотоцикл, радостные откатались на нем сезон, а осенью встал вопрос, где же вам все-таки его хранить. И первое, с чего надо начать подготовку мотоцикла к зимнему хранению, это именно ответ на вопрос, где это будет происходить. Мои рекомендации следующие. Вам необходимо найти сухое помещение. Вот ключевое слово «сухое». Многие думают, что ключевое слово «теплое», но на самом деле нет. Не так важно, теплым или холодным будет это помещение. Самое главное – сухое оно или влажное. По возможности это должен быть не просто обычный железный гараж, это должно быть какое-то нормальное помещение, где нет грунтовых вод, как у меня в подвале мастерской, где влажность воздуха всю зиму будет достаточно низкой. То есть самое страшное, что влияет на срок службы вашего железного коня – это влажность. И чем более сухим будет являться помещение, тем лучше. Сам по себе холод на самом деле особо ничему не навредит. Есть, конечно же, нюансы. Во-первых, самое плохое, ну это на влажность в первую очередь влияет, это около нулевые температуры, когда температура то чуть ниже нуля, то чуть выше. Во многих помещениях складываются комфортные условия для образования конденсата. И, в общем, я думаю, что многие здесь физику процесса понимают. Второй важный момент – это то, что если у вас реально мороз в помещении, там, я считаю, мороз – это минус 10 и ниже, то ни при каких обстоятельствах старайтесь мотоцикл свой не трогать зимой. То есть не то, что заводить. Я не рекомендую даже снимать с подножки. Вот как вы его поставили, так и есть. Кстати, если у вас имеется центральная подножка, то, разумеется, хранить мотоцикл надо именно на ней. Чтобы вся нагрузка была не на резину, чтобы ничего не пыталось там деформироваться или что-то еще. Чтобы он ровно, четко стоял. Также очень большой плюс, что в таком положении разгружается подвеска. Задняя полностью, передняя частично. Но это все равно очень-очень хорошо. Есть такая история. Произошла она около 3 или 4 лет назад. Ко мне обратился владелец K1600 GTL. Такая история не единственная, но это просто была достаточно показательной. Было где-то около минус 20 на улице. У него GTL стоял в холодном гараже. Я, кстати, думаю, он меня смотрит. Если смотришь, напиши комментарий. Он узнает наверняка. Запрос был заранее зимой забрать мотоцикл к нам в сервис, обслужить, все заранее приготовить. И дальше он либо заберет его весной, если это все затянется, либо мы просто привезем ему его обратно в гараж. Находился гараж, в принципе, недалеко от моего дома. Учитывая, что я катаюсь на фургоне, в зимний период времени, когда я работал все равно, мне это было совсем несложно. Я одно время, когда работал зимой, чтобы привлечь людей в сервис, делал такие акции, что там типа эвакуация за четверть цены или даже эвакуация за бесплатно, в зависимости от места расположения мотоцикла и объема работ, которые нужно с ним сделать. Так вот, я спросил, где у него стоит мотоцикл. Это была, если не ошибаюсь, достаточно снежная зима. У меня фургон все-таки не внедорожник. И в первую очередь я спрашивал как раз-таки с этой целью. Он сказал, что мотоцикл у него стоит в железном гараже, проезд там нормальный. Я сразу уточнил, какая там температура. Он сказал, да, почти уличная. Я предупредил его о том, что могут быть проблемы, если мы его тронем. Он сказал, что никаких проблем, я поставлю обогреватель с вечера, он за ночь прогреет этот гараж и мотоцикл будет теплый, то есть никаких проблем не будет. Я предупредил его о том, что могут потечь амортизаторы. На гантеле подвеска своеобразная, там амортизатор задний и амортизатор передний. Они все с электронными регулировками. Но эта проблема может касаться вообще любых амортизаторов. Проблема в том, что они не рассчитаны на работу при таких температурах. Там достаточно густое масло становится при морозе. И если вы резко скидываете мотоцикл с подножки или пытаетесь его где-то катить, очень велика вероятность, что в амортизаторах выдавят сальники. И это будет довольно дорогостоящий ремонт с ремонтом или заменой этих амортизаторов. Человек был об этом предупрежден. Каково было мое удивление, когда я приехал в этот гараж, а там щели со всех сторон, и от того, что он включил с вечера обогреватель, в общем, сильно там лучше не стало. Естественно, как только мы скинули его с подножки, сначала внимания не обратили, а уже когда закатили мотоцикл в фургон ко мне, я его закрепил, и я что-то смотрю, масло капает с заднего амортизатора. Мы подходим к месту, где он стоял, и там тоже лужится масло. И причем она свежая, то есть до этого оно не капало. То есть в момент вот этого касания колесом задним пола у него начал течь амортизатор. А уже потом в сервисе мы поняли, что передний течет тоже. Вот так вот человек с невинной идеей сделать ТО в зимний период времени на морозе попал на ремонт двух амортизаторов. На тот момент вместе с работой по их снятию установки ему это обошлось порядка 40 тысяч рублей. Обошлось бы порядка 30, но выяснилась еще попутная проблемка в заднем амортизаторе с одной регулировкой и пришлось еще один бэушный амортизатор покупать на запчасти. Поэтому я не рекомендую трогать мотоцикл, если он уже хранится на морозе. То же самое касается и вопроса с запуском и прогревом периодически, пока мотоцикл стоит зимой. Не нужно так делать. Лучше от этого мотоциклу не будет. Вы ему только навредите. Вы приходите, запускаете двигатель. Во-первых, у вас идет повышенная нагрузка на стартер из-за того, что у вас холодное и густое масло. Во-вторых, любой запуск двигателя внутреннего сгорания на морозе равносилен тому, что вы километров 500-700 на нем проехали. То есть ничего хорошего от этого точно не будет. Соответственно, дальше, на сколько вы завели двигатель? На 10-15-20 минут. У вас двигатель, когда он холодный, работает на обогащенной топливной смеси. Прям, ну, заметно обогащенной. И в ней просто меньше воздуха и больше топлива. Когда у нас больше топлива, у нас масляная пленка смывается со стенок цилиндров. Именно поэтому вредно, в принципе, прогревать двигатели. То есть надо немножко вот прям на морозе, даже на машине завел, она у тебя полминутки-минутку поработала и поехал. То есть не нужно никогда вот эти все прогревы просто без нагрузки и на холостых оборотах долгие делать. Это вредно. Это моточасы, причем, ну, это действительно вредно для мотора. То есть получается, что вы запустили двигатель, у вас масляная пленка смылась, вы дальше на нем никуда не поехали. В идеале надо проехать хотя бы там километров 20, а лучше больше, если уж вы все-таки это сделали. Дальше вы его заглушили и ушли. Через месяц повторили процедуру. Потом мы удивляемся, что у нас мотор начал масло жрать или что-то в этом духе. Потому что есть моторы с напылением, которые, в принципе, этого всего не любят. То есть чугунные гильзы более выносливы к этим всем вещам. Но, в принципе, просто лучше так не делать и все. Существуют дедовские методы консервации, когда ты выкручиваешь свечи, заливаешь немножко масла в каждый цилиндр, чуть-чуть крутишь стартером, закручиваешь и, собственно, закрываешь. Я считаю этот способ действительно крутым, но только в современном мире так никто не делает и делать не будет. Но тут уже дань тому, что мотоциклы и машины стали уже как мобильные телефоны и никто так сильно серьезно к ним не относится. И даже если у вас все это не делается, то если хранение происходит в сухом помещении, то ничего страшного. А вот если в сыром, то будет беда. Потому что могут клапана в каких-то цилиндрах остаться в открытом положении и, как правило, остаются. На клапанах на рабочих кромках образовывается ржавчина, на цилиндре образовывается ржавчина, если влаги очень много. И потом получается, что весной ты начинаешь заводить двигатель, а он не заводится, потому что на клапане ржавчины и компрессии нет. Такие двигатели ко мне приезжали, я такое восстанавливал, делал, да. Именно потому, что вот клапаны остались открыты и просто прожарела немножко кромка. Там это очень-очень важно, чтобы она плотно прилегала, иначе небольшая ржавчинка и компрессия будет по нулям. Бывало там. Если двигатель, например, четырехцилиндровый, то компрессии нет в одном цилиндре. Если двигатель одноцилиндровый, то он не заводится вообще. Ну, в общем, просто такого не надо допускать. И просто хранить технику в сухом помещении, и все. На многих мотоциклах выкрутить свечи, чтобы залить туда масло, в принципе, сложно. Например, на том же 1600 или 1300 BMW. Там надо снимать радиатор. В общем, целое дело. Так как я уже очень много лет занимаюсь обслуживанием и ремонтом макси-скутеров Сузуки, а также макси-скутеров и мотоциклов BMW, мне очень хочется делиться своим накопленным опытом, чтобы он не пропадал зря и был полезен для вас тоже. Именно поэтому я создал свои обучающие курсы по ремонту и обслуживанию самостоятельному BMW C650 GT, C600 Sport и так далее, а также макси-скутеров Suzuki Skyway Borgman 400 и Skyway Borgman 650. Это такие пилотные проекты, первый опыт. И если он будет признан успешным, то я думаю, что будут еще курсы по другим моделям, более обширные, более развернутые и так далее. Я максимально подробно, максимально внимательно разбираю, указываю на все нюансы разбора пластика, разбора каких-то агрегатов, проговариваю, с чем вам придется столкнуться, с какими проблемами, объясняю, какой понадобится инструмент. Во многих случаях объясняю, как можно обойтись без того или иного инструмента. Учу пользоваться мануалами и рассказываю, где покупать запчасти. Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем одного из этих прекрасных скутеров, вы можете ознакомиться с описанием к этому видео или с закрепленным комментарием. Там я приложил ссылки на все мои продукты, также там есть контакты, и вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Значит, следующий вопрос. Заполнять ли бак топливом? Давайте начнем с того, зачем вообще заполняю топливный бак топливом, и откуда взялась эта рекомендация. Я тут в этом споре видел самые разные аргументы. На самом деле, ни один топливный бак изнутри ничем, как правило, не покрыт. То есть, там голый металл, если он металлический. И вот здесь первый момент. Если у вас бак пластиковый, то наоборот, заливать его бензином не надо. Лучше весной залить свежего бензина, и все. А вот если у вас бак металлический, то самая главная суть того, что вы заливаете полный бак, в том, чтобы не дать ему заржаветь. Мало ли что, вдруг где-то какая-то влажность или что-то еще, голый металл внутри бака будет прям очень сильно подвержен коррозии. И причем коррозия внутри бака это такая вещь, которую очень сложно чем-либо удалить. Понятно, что тут зависит от многих факторов. Во-первых, от того, какой это мотоцикл. То есть, если мотоцикл классический с металлическим баком, то там действительно многое еще может зависеть от того, ремонтировался ли бак, варился ли и так далее. То есть, бак, который оригинальный, может быть и будет менее склонен, конечно, к ржавчине. Но это тоже все очень-очень такие спорные утверждения. Я конкретно в своей работе с металлическими баками постоянно сталкиваюсь с Сузуки Скайвейами Бургманами 400 и 250. У них у всех металлические баки. А также с BMW C650 GT. А у 650 Бургмана бак пластиковый. Так вот, у старых Скайвейов Бургманов я ржавых баков особо-то и не помню. Учитывая, что я много лет уже ими занимаюсь и очень много этих скутеров видел. Вот буквально недавно к нам приезжал скутер 99-го года и у него было подозрение, что что-то бак ржавый, что-то там чищу карбюратор, едет, потом не едет. Там и так каждые 200 километров. Я заглянул в бак, он внутри как новый вообще. То есть 99-го года скутер, причем он в Японии жил какое-то время. Проблема, кстати, у него оказалась в том, что у него впускной патрубок был рваный. Вот карбюратор трогаешь, он начинает лучше ехать, потом опять не лучше. Вот и все. Поэтому грешил на бак он совершенно зря. А вот тут буквально на днях мои коллеги продавали топливный бак на BMW C650 GT, последний с разбора. И это уже не первый случай. То есть бак на BMW, который намного свежее, чем вот эти Skyway, про которые я только что рассказывал. То есть, если я не ошибаюсь, скутер начал в 2012 или даже в 2013 году выпускаться. Ну то есть реально средний возраст на 10, а то и на 15 лет моложе, нежели старые Skyway. И как минимум уже два случая я знаю, где бак прогнил изнутри насквозь и начал течь. Хотя никаких ремонтов там быть не может. На скутере бак стоит в таком месте, где его в принципе нереально повредить. То есть почему такое произошло, не знаю. Но скорее всего техника зимовала с сухими баками. Один из этих скутеров был из Японии. Может он в Японии стоял с сухим баком. А может и качество металла хуже. То есть, вполне себе такое допускаю. Менее качественный металл, в котором немного другой состав, может быстрее ржаветь. Так что, как-то так. Моя рекомендация, что если бак у вас металлический, то лучше заполнить его полным топливом и не заморачиваться. Значит, касаемо того, что топливо стоит и весной вы запускаете двигатель на старом топливе. Где-то я слышал такую рекомендацию, что три металла месяца, и бензин меняют. Это, по-моему, в военной промышленности, в российской такое используется. Но это не точная информация, я здесь могу ошибаться. Вот вы знаете, из практики, если у вас вот все, как я описал, помещение сухое, еще и там прохладно, то бензину за там даже шесть месяцев ничего не будет. Вот вообще. Я как-то заводил тут Буркман, который стоял восемь лет, и он завелся на своем бензине и нормально работал. Единственное, что что-то мы там поменяли. По-моему, мы форсунки поменяли, потому что они не брызгали. То есть, видимо, от того, что этот бензин приобрел какие-то свойства, и очень много лет это все стояло в таком виде, форсунки просто стали непригодны к использованию. Может, в них какие-то резинки растворились или что-то еще. Но сам по себе бензин так же нормально горел, двигатель на нем нормально работал. Безусловно, там в баке было немножко, мы просто потом разбавили его свежим, но никаких проблем с запуском не возникло. Это целых восемь лет. То есть, это очень ощутимый срок, на мой взгляд. Касаемо топлива, еще существуют всякие стабилизаторы бензина, как присадки, которые типа можно залить перед зимой, чтобы сохранить октановое число или что-то в этом духе. Если вы очень переживаете, то вы можете купить такую штуку и залить. Они есть совершенно разных производителей, но я никогда этим не пользовался. Знаю людей, у меня есть клиенты, кто пользовался. И, в общем и целом, никто никакого явного эффекта не замечал. Есть мотоциклы типа BMW K1600 GTL, на которых моторы капризны к топливу, особенно на дорестайловых моделях. Вот туда можно залить. Но вообще, на мой взгляд, там бак все равно пластиковый. Лучше просто оставить его на зиму почти пустым. И даже если очень хочется, просто свежего бензина из канистры привезти в гараж и на свежем бензине его запускать. Ничего не будет мотору. То есть, даже этот капризный к бензину мотор, он проявляет свои проблемы только при больших нагрузках. То есть, когда люди там едут 200+, по трассе, где-то на плохом бензине с низким октановым числом. Тогда может какая-то беда с мотором приключиться. А если даже бензин сильно ниже по октановому числу, чем задумал производитель, у меня такой опыт был, и ты при этом едешь очень аккуратно и нежно, то ничего мотору не будет. Еще одна очень важная, на мой взгляд, рекомендация. Я считаю, что никогда не нужно использовать силиконовую смазку при консервации мотоцикла на зиму. Безусловно, есть целая толпа людей, которые считают, что если забрызгать мотоцикл силиконовой смазкой прям весь весной, это все смоется на мойке, и все у вас будет прекрасно, прям никакого старения не произойдет. Но, во-первых, если у вас будет сухое помещение, то его и так, в принципе, особо никакого не произойдет. Особенно, если не будет влияния солнечного света. То есть, даже резинки всякие, они в первую очередь стареют из-за ультрафиолета, а не просто из-за времени. Так еще и многие забывают про множество минусов силиконовой смазки. Во-первых, ни в коем случае она не должна попадать на резину, потому что, как я в свой первый сезон столкнулся с тем, что на чернителе резины из магазина автозапчастей написано ни в коем случае не использовать на мотоциклах, я еще поржал такой ха-ха-ха, очень смешно. И чуть было не упал при первом же выезде из гаража, потому что резина стала действительно скользкой. А чернители резины у нас часто на силиконовой основе. То есть, на машине чернителем брызгается только боковая часть и толком не попадает на протектор, потому что поэтому там это условно безопасно. А вот на мотоцикле все совсем не так. И на мотоцикле с таким лучше вообще не шутить. Плюс ко всему силиконовая смазка это страшная вещь для любого маляра. Если кто-то занимается покраской автомобилей или мотоциклов, я думаю, вы меня сразу же поймете. Когда-то у меня из-за этого было два месяца бесплатной работы. Безусловно, тогда другое было не сильно много. Я еще тогда сам занимался покраской. Я уже этого не делаю года с 16-го, наверное, как переехал из гаражей в более вменяемый цех первый раз. Так вот, проблема в чем? Что если вы возьмете футбольный стадион и с одной стороны сделаете небольшой пшик из баллончика силиконовой смазки, а с другой стороны попробуете что-нибудь покрасить, то вы удивитесь. Потому что у вас все будет в кратерах. В некоторых случаях, если концентрация силиконовой смазки слишком большая в воздухе, то краска будет просто стекать с деталей, как бы отталкиваться. То есть обезжирить деталь при наличии силикона в воздухе будет невозможно. Более того, силиконовые смазки въедаются в лакокрасочное покрытие. Это же касается и силиконовых полиролей. То есть это все страшные вещи. Не дай бог малярка в ближайшие месяцы после того, как вы это сделали, то вы прям конкретную свинью подложите маляру. Он замучается это все бесплатно переделывать и проклянет вообще саму идею, зачем он за это все взялся. Ну и последнее, хотя многие считают, что с этого надо начинать, что делать с аккумулятором. Кто-то его уносит в тепло, кто-то вообще не снимает клемму, в общем кто что делает. Значит смотрите, мое мнение такое, что если в помещении, где у вас хранится мотоцикл, температура ниже минус 10 не падает, то лучше этот аккумулятор прям там и оставить. Если температура падает ниже, то лучше конечно снять его и унести домой. Но тут есть нюансы. Если у вас какая-нибудь простая техника японская, то наверное проще так и сделать. Но если у вас BMW, например та же самая C, то на некоторых моделях BMW, скажем так, есть такие проблемы, что во-первых слетает иногда адаптация стекла, во-вторых слетают часы и начинает гореть сервис после того, как вы соответственно сняли клемму. На некоторых мотоциклах выставить часы можно только с помощью диагностики, либо через штатный навигатор, который есть далеко не у всех. То есть тут много всяких сопряженных моментов со снятием клеммы, которые могут осложнить жизнь и заставить поехать к каким-нибудь дилерам или в какой-нибудь профильный сервис и отдать там тысячу, полторы, две за то, чтобы это все обратно пришить, адаптировать, выставить и так далее. Если вы планируете весной делать ТО и все равно сбрасывать сервис, то не вижу проблемы. Но если вы это все сделали, к примеру, осей ее, то соответственно лучше обратить на это особое внимание. На многих моделях BMW есть вариант воткнуть прикуриватель зарядное устройство, воткнуть его прямо в розетку, чтобы оно всегда поддерживало аккумулятор в нормальном состоянии. То есть там есть какие-то интересные программы зарядки, насколько я знаю, которые буквально там в прямом смысле его всегда поддерживают в рабочем состоянии. Вывесной просто поворачиваете ключ и едете. Если у вас аккумулятор хранится отдельно от мотоцикла, я рекомендую его раз в месяц, полтора подзаряжать каким-нибудь щадящим автоматическим зарядным устройством. В общем, есть зарядные устройства с функцией восстановления, которые импульсно, аккуратненько дозаряжают аккумулятор малыми токами. Вот это лучше всего для его сохранности. Даже если через там 2-3 месяца у вас мотоцикл может с этого аккумулятора завестись, то все равно лучше что-то, чтобы какие-то манипуляции с ним производились, потому что это в долгосрочной перспективе хорошо влияет на его срок службы. Есть, конечно, технологии, что его там разряжают, потом заряжают. Это все очень хорошо, но в современных реалиях никто этим абсолютно не занимается, к сожалению. А может и к счастью. В конце концов, трястись и сдувать пылинки – это тоже перебор. А, ну да, и последняя рекомендация. Это для мотоциклов с цепью. К моей работе это почти не имеет отношения, потому что у меня таких мотоциклов крайне мало обслуживается, поэтому я даже как-то и не вспомнил сначала. Если у мотоцикла есть цепь со звездами, то лучше ее перед зимой сразу помыть и смазать. Во-первых, чтобы не думать об этом зимой, а во-вторых, чтобы точно нигде ничего не заржавело. Я надеюсь, что сегодня я ответил на многие вопросы и многим, в первую очередь, новичкам, это видео поможет не заморачиваться излишне и сохранить свой мотоцикл в хорошем состоянии. С вами сегодня был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Мне очень важны ваши лайки, комментарии и то, сколько человек нажмет на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Всем пока!